МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Историческая дворцовая площадь. Торжественный пионерский парад. Сегодня 20-миллионная армия пионеров нашей страны готовится достойно отметить 60-летие ВЛКСМ. На рубеже 70-х-80-х годов досуг юных ленинградцев является предметом пристального внимания городских властей. Ленинград рапортует. На Петроградской открылся дворец молодежи. В 77-м году дан старт городской трудовой операции пионерских отрядов и комсомольских групп городу Ленина пионерскую и комсомольскую заботу. В 78-м году состоялся всесоюзный марш, посвященный 60-летию ВЛКСМ под девизом «Мы верная смена твоя, комсомол». Советская власть обещала отдать дворцы детям. И вправду, за моей спиной роскошный великокняжеский Онищиков дворец, который после социалистической революции стал дворцом пионеров и школьников. Здесь дети танцуют, сочиняют, поют, занимаются спортом. И все это абсолютно бесплатно. Счастливое детство. Но дворцов много не бывает. И в новостройках подростки чаще проводят время во дворах и подворотнях. Каждый мегаполис рано или поздно обречен на своего маньяка. И Ленинград не исключение. Несколько лет маньяк насиловал и мучил детей. И абсолютно безнаказанно в Брежневскую эпоху тотального безразличия милиция больше скрывает, чем раскрывает. После школы старшеклассники, не охваченные кружками и спортивными секциями, предоставлены сами себе. Большая часть из них, особенно девочки, находятся дома. Обычно педофилы ищут себе жертв с трех до восьми вечера. Родители школьниц еще не пришли с работы. Это время без взрослых. Что касается сексуальных насильственных преступлений, примерно это один из самых устойчивых в количественном отношении видов преступлений. был, есть и будет, примерно на одном уровне. Примерно. В 77-м году в Ленинграде начинается отсчет преступлений маньяка, который будет орудовать в разных городах СССР. Изнасилует и ограбит более 30 девочек. Милиция будет безуспешно искать его в течение шести лет. Я Григорьев Сергей Дмитриевич. 46-го года рождения. Ленинградец. Ранее привлекался к уголовной ответственности, но твердо стал на путь исправления. Водитель второго класса. Ударник коммунистического труда. Женат имею сына. 21 апреля 1977 года. Ленинград. В три часа дня ученица восьмого класса, 15-летняя Оля Петрова, возвращается из школы. Она собирается зайти домой, переодеться, чтобы потом отправиться на тренировку по плаванию. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Он шел за потерпевшей, заходил в квартиру. Когда она заходила в квартиру, он просматривал площадку и тут же звонил. Видите, человек автоматически открывает дверь. Он только закрыл тут звонок, он открывает, я говорю, сотрудник милиции. Все. Потом можно попить воды. Там предлоги были разные. И вторгался в помещение. Оля тоже открывает дверь незнакомцу. Григорьев начинает расспрашивать ее по поводу драки, якобы произошедшей накануне. Девочка, естественно, ничего не знает. Тогда мужчина интересуется, не знают ли чего-нибудь родители. Девочка отвечает, что родители придут после шести вечера. И тут начинается кошмар. Он подходил сзади и, угрожая ножом, приставляя нож либо к горлу, либо к животу, либо к груди, угрожал убийством и требовал выдать все ценные предметы, вещи и так далее. По собственному опыту знаю, как сотрудники уголовного розыска злятся на обходах жилмассива при очередном преступлении. Недоверчивые граждане разговаривают с ними через дверь. А то и вовсе шипят. Мы вас не вызывали. Вызывайте нас в отделение милиции. Так вот, девчонки, если вы в квартире одни, не открывайте дверь никому. Даже если представляются сотрудниками милиции. Милиционеры переживут, не переживут ваши близкие, если в дом ворвется такое насекомое, как Григорьев. Для хорошей, послушной ленинградской девочки любой взрослый начальник с детства родителей школа учит, слушайся старших, а особенно тех, кто представляет власть. Это вошло в плоть и кровь, стало рефлексом. Милиционер с удостоверением вызывает и робость, и абсолютное доверие. Вроде бы сладенькая такая улыбка, добренькая такая. Вы знаете, вот дверь откроет такой с ножом, понимаете? Сначала он предъявляет удостоверение, он говорит, я пришел к вам по такому-то вопросу. Человек поворачивается, вводит квартиру, оборачивается, уже нож приставлен, понимаете? Нож приставлен к животу. Вот и все. Гипнотическое воздействие на девчонок оказывала мутация. Внезапное превращение офицера милиции в злодея. Наверняка хоть раз в жизни к вам подходил сотрудник милиции и пазывал удостоверение. Вы запомнили его фамилию, звание, должность? То-то. Так и наши девчонки. Я помню, как однажды мальчик описывал мне такого негодяя. Он смотрел на меня испуганными глазами и вспоминал. Дядя был большой и страшный. Вот и все приметы. Он всегда, используя нож, приставляя его в горло жертвы или груди, он говорил так. Сука, если пикнешь, я тебя зарежу. Причем говорил вкратчивым голосом и делал нажим на нож. То есть уже реально была угроза убийством. В красивых боевиках гангстеры всегда приказывают. Не играйте в героев. Досчитайте до ста и только потом поднимайтесь с пола. Все верно. Им нужно время для того, чтобы оторваться от полицейских машин. Жизнь злее и прозаичнее. Григорьев отправлял девчонок мыться в ванну. Он убивал всякую возможность сделать соответствующие экспертизы. Да и потом навряд ли в мыле немедленно выскочишь на личную площадку, звать на помощь. Григорьев уходил из квартир с награбленным. Спокойно. Он выбирал маленьких девочек. Причем он выбирал таких, которые не были малолетками. Он же знал, потому что по статье соответствующего уголовного консультата прежнего, если бы он совершил изнасилование малолетки, он бы получил высшую меру наказания. Это он прекрасно понимал. Поэтому первым делом, когда он вступал в разговор с будущим потерпевшим, он говорил, а сколько тебе лет? Сексуальные извращенцы сплошь и рядом примерные мужья и отцы. Таков и Григорьев. Все, что выносит из квартир потерпевших, он дарит по возвращении жене, не подозревающей о его двойной жизни. Женой я познакомился в 1976 году. Она тогда, кстати, еще была студенткой Ленинградского строительного института. Через полгода мы поженились. И, кстати, тогда же я поступил на работу эспедитором. Конечно же, его жена всегда была удивлена, что он много привозил из командировок различных золотых изделий, сережек, там кольца были, хрусталь был, ну и так далее, и так далее. Что он говорил жене? Ну, допустим, привозит он хрусталь. Откуда, она спрашивает? Я был в гусь-хрустальном, там за бесценок продают, я вот, пожалуйста, там 3-4 штуки изделия привез, получи, дорогая. Есть такое понятие, как маска нормальности у маньяков или серийных убийц. И жена, и дети, предположим, товарищи по работе, они характеризуют такого человека крайне положительно. Он добропорядочный семьянин, он проявляет заботу, любовь по отношению к окружающим, имеет позитивную характеристику на работе. Этот ряд можно продолжать. Он никогда не продает награбленное, берет лишь то, что приглянется. Сережки, хрусталь, японский зонтик. И, конечно же, деньги. Не побрезгует даже рублю, и пару пачек сигарет Ява прихватит. Особенно трогательно его пристрастие к книгам. Берет исключительно массовые издания из так называемой макулатурной серии. Очень любит Александра Дюма. Мне кажется, что на первом месте у него стояло не похищение при разбойных нападениях каких-то материальных ценностей, а у него стояло на первом месте половые сексуальные преступления. А это уже было попутно. Хотя он сначала совершал разбойные нападения, а потом они перерастали уже в изнасилование. Григорий всегда четко знал, что, зачем и почему он делает. И даже будучи одержим, видимо, своими болезненными сексуальными фантазиями, о природе которых тоже можно очень долго рассуждать, он четко, организованно все планирован и был достаточно хладнокровен, чтобы любое обстоятельство не могло его выдать. Все потерпевшие хорошо запомнили Григорию в лицо. Вроде должна подоспеть удача. Но дела приостанавливаются с чугунной формулировкой «установить лицо» не представилось возможным. А ведь Григорьев – типичный рецидивист. Еще в молодости он сколотил банду из подростков 14-15 лет. Они насилуют и грабят. Они не брезгуют ничем, даже тремя копейками. Как главарь он тогда получает 10 лет лишения свободы. Ему 19. Но и в лагерях, таких как Григорьев, не жалуют. Скорее всего, он попал в касту неприкасаемых. И именно это дало толчок будущему злу. Отсидевшему человеку не так просто найти хорошую работу. В конце концов, через два года Григорьев устраивается на приличное место шофером-дальнобойщиком. В объединение междугородных перевозок. Место денежное. Зарплата раза в полтора выше средней. Но отдел кадров придирчив. И вот все скрыл. Мы не знали. Мы судимых, у нас вообще запрещено было брать. Скрыто все, в его, этой самой трудовой книжке не было ничего. Мы потом занимались этим вопросом. Сексуалов, как называют следователи насильников, ловить трудно. Агентура, основной козырь милиции, здесь бессильна. Маньяки вне профессионального преступного мира. Мест их концентрации не существует. Своими планами они ни с кем не делятся. В те времена с изнасилованиями был перебор. Особого рвения хватало только на изнасилование с убийством. Относились формально. Отловят три десятка мужиков подозрительных, откатают пальцы, сфотографируют, выгонят. Поставят посты около школ, два-три дня постояли, сняли. Текучка. Как говорили оперативники, дело нужно набивать макулатурой до определенной пухлости. Для того, чтобы было, что показать проверяющему. С другой стороны, согласно совсекретному приказу Министерства внутренних дел, сексуалы стоят на учете пожизненно. Значит, и в отношении Григорьева где-то лежало дело, где были полные его данные и приметы. И он стоял на учете, как сексуал, как разбойник. И оперативный работник должен был за ним наблюдать, постоянно осуществлять контроль за его поведением, за образом жизни. Но получилось так, что он через несколько месяцев переехал в другой район Ленинграда. И опять недоработка сотрудников милиции. Дело на него, на этого, на Григорьева, не было переслано в другой район, по новому месту жительства. Более пяти лет уголовный розыск ищет насильника. Все его жертвы свидетельствуют, преступник был в очках, причем с толстыми линзами. Поэтому оперативники и зовут его Очкарик. Работа идет ни шатка, ни валка. Отрабатываются разные версии, проверяются стоящие на учете, вышедшие на свободу насильники. Перелопатили всех склонных к сексуальным преступлениям, ранее судимых в том числе, и тех, в отношении которых имелась какая-то либо иная оперативная информация. И на протяжении нескольких лет положительных результатов, естественно, не было. Следствие буксует, а Очкарик продолжает насиловать девочек. Причем расширяет географию своих преступлений. Челябинск, Пенза, Витебск, Орел, Владимир, Москва. В городе Владимире дело попадает в руки к внимательному следователю. У него впервые появляется предположение, что работа насильника связана с междугородными перевозками. А вот то, что Григорьева из Владимира, работник милиции, добросовестный, вышел, что это дальнобойщик, установил, что в это время через Владимир проходила только одна дальнобойная машина из Ленинграда, вышел на Григорьева, пришел к нему на автобазу. Вот работники фрунзенского РУВД города Ленинграда недобросовестно поступили. Они взяли эти сведения у этого Владимирского следователя и положили их под сукно. Вот и все. Не под протокол, скажу, начальник. В 82-м ко мне приходил на работу следователь делать проверку. Ну, ничего не заподозрил, но меня сильно напугал. Да. Десять месяцев я себя вел как допропорядочный человек. Ну, потом было два эпизода в Москве. Ну, пришлось сменить легенду. Я представлялся уже как не мент, а просто работник Жака. Для советской милиции главный показатель работы – раскрываемость. Поэтому опер ориентирован на простые дела. Пьяная драка между соседями, разборка в семье, драка стенка на стенку. Здесь между происшествием и арестом дистанция минимальная. А изнасилование несовершеннолетней в отсутствии какого бы то ни было подозреваемого – и висяк. Поэтому милиция предпочитает заявления потерпевших складывать под сукно. Так продолжается много лет. Начальник следственной части никакого интереса к этим делам не проявлял. Считая, что пока он с поличным не попадется, это все равно, что искать ветра в поле. К находкам Владимирского следователя в Ленинграде и Москве отнеслись формально. Дела об изнасиловании их девочек закрылись как бесперспективные. О том, что насильник может быть дальнобойщиком, успешно забыли. Это исключительно недобросовестный был бывший руководитель следственной части. Я не хочу называть его фамилией, в этом нет сейчас никакой надобности. Прошло столько времени, но недаром говорят – рыба гниет за головой. И вот когда действительно руководитель не знает, что делать или не хочет знать, вот отсюда и все пошли недостатки по делу Григорьева. Тем временем Григорьев чувствует себя совершенно спокойно. Он открыто держит в своем КАМАЗе орудие преступления – нож, резиновые перчатки и баночку с вазелином. Он уверен – милиции не под силу его вычислить. Энтузиастов, желающих раскрывать изнасилование, не дозовешься. Но Григорьев остановил именно такой человек. В 1983 году в отдел управления уголовного розыска, которому была поручена сексуальная линия, приходит Александр Митрофанович Зеленин. Тогда просто Саша. Вот ему и скидывают безнадежное дело очкарика. Зеленин понимал, что поиск очкарика – это не погоня и озарение, а нудная систематизация крохотных оттенков, улик. А оттенки – это лакомство умных. Я подключился к этому делу, был старше группы. У меня в группе было прикомандировано несколько сотрудников оперативных из районных подразделений. Следователь Зеленин и его маленькая группа берутся за дело не за страх, а за совесть. Три с лишним недели уходят только на то, чтобы внимательно прочесть все там отделы, скопившиеся за эти шесть лет. Досконально изучить показания потерпевших, изнасилованных девочек, сравнить их друг с другом, проанализировать, сделать выводы. И заново начать расследование. Потерпевшие говорили о том, что он выглядел небрежно. Щетина, запах бензина, отрук. И некоторые потерпевшие отмечали то, что иногда преступник говорил о том, что ему надо ехать, передвигаться. Итак, очкарик может быть связан с железной дорогой, а может с автомобильными перевозками. Ведь все изнасилования в Ленинграде произошли либо в Кировском районе, либо в Купчино, где сосредоточено депо и автопредприятие. После месячной примерно работы мы пришли к выводу, что все-таки преступник не работник референдарного депо. Тогда мы решили переключиться на автотранспортные перевозки. Ну, а выяснили, что в то время в Ленинграде и в области их было, по-моему, 9, причем они были крупные. И тут Зеленину просто повезло. Он решает начать с объединения междугородных автомототранспортных перевозок номер один. А именно тут и работает Григорьев. Группа Зеленина действует осторожно, чтобы не спугнуть преступника. Мы работали там под легендой. Мы не хотели, чтобы знали цель нашей работы. Легенда была такая, что водители транспортного предприятия, разъезжая по Советскому Союзу, совершают дорожно-транспортное происшествие. Иногда уезжают с происшествия, скрываются. И поэтому мы работаем по выявлению таких вот моментов, таких водителей, для того, чтобы потом привлечь их к ответственности. Цель Зеленина – выявить, во-первых, тех водителей, кто носит очки, во-вторых, ранее судимых. На автопредприятии номер один оказывается 59 водителей-очкариков, но лишь один из них, Григорьев, сидел за изнасилование и разбой. Теперь висит на доске почета. Сходство фотографий с фотороботом поразительное. И фоторобот был составлен очень удачно, невероятно удачно, равносильно тому, что розыскники получили фотографию человека, по которой нужно было проводить идентификацию и подучетного контингента. Одновременно через Москву, через следственное управление Генеральной прокуратуры, Зеленин затребовал всю информацию по похожим преступлениям по всей стране. И вот сразу же всплыло, когда пошли в информационный центр уголовного розыска, стали эти дела выбирать, то сразу же всплыл Челябинск, Пенза, Витебск, Орел, Владимир, Москва. Теперь надо проанализировать информацию, был ли Григорьев в то время и в том месте, где неизвестный очкарик насиловал девочек. Для этого предстоит изучить старые путевые листы. Успевают в последний момент. Все они уже были направлены на уничтожение. Представляете, вот интересно, там контейнер стоял на территории вот этого предприятия, да, транспортного, и они разгребли вот огромную кучу, нашли его путевые листы по указанным городам. Да вы посмотрите в путевые листы. У меня алиби. Не было у меня, когда девочек насиловали. Ни в Владимире, ни в Орле, ни в Витебске. Надо было посмотреть отметки прибытия и убытия. И самое забавное, что Григорьев даже в этой ситуации проявил свои, так сказать, способности криминальные. Почему? Потому что были подчистки, указано время не фактического прибытия туда, а на другие, сдвинут график его работы. Была проведена еще почерковеческая экспертиза, очень масса экспертиз была проведена. Когда эта работа была закончена, вот, я оперативников своей группы, я просто дал им отдохнуть на несколько дней, вот, а сам приехал в управление Волон-Роско на Литейный проспект, дом 4, и там сидел тоже, наверное, два дня, еще раз анализируя и изучая все эти документы. Зеленин систематизирует огромный объем информации. Он берет лист ватмана и исписывает его датами, адресами, фамилиями, приметами. У оперативников это называется шахматка. В этой математике он видит логику. Он вычислил очкарика, не выходя из-за стола. Он с азартом показывает результат своей работы начальству. Но у начальников на столах всегда очень много циркуляров и бумаг. Их пальцы устают подписывать всевозможные приказы. А тут еще молодой, ранний, с эпохальным раскрытием. Куда ни плюнь одни Наполеона, они от него отмахиваются. Но герой это тот, кто действует. Григорьев вот-вот вернется из рейса. Брать его надо, немедленно. Зеленин берет ответственность на себя. Единственный, кто его поддерживает, это следователь прокуратуры Юрий Лукичев. Как всегда, в милиции нет машины. В то время особенно. Когда я с Юрием Борисовичем, с Лукичевым переговорил, что надо задерживать. Вот он из Красноярска приехал, оставил машину. И сам находится дома. Надо задерживать. Машина, машина нет. В ГУВД. Не управление уголовного розыска, нет машины. На автобазе нет, все задействовано. Нет, свобода машины. Я говорю, Юрий Борисович, ну прокуратуре найди машину, чтобы поехать на задержание. Сейчас, Александр Драманович, сейчас переговорю. Через пять минут звонит. Я взял машину, Волгу, у прокурора города. Задержание проходит без эксцессов. Но когда Григорьев понимает, что его везут на литейной 4, теряет самообладание. Приехали на литейной, здесь было организовано опознание. Пришли уже руководители главка, генералы. Личную беседу надо было с ним провести. Проводили там беседы. Вот. Сами удостоверились, что так оно есть. Это он, по их убеждению, это есть этот человек. То есть преступник, который искали много лет. На квартире у Григорьева проводят обыск. Осторожнейший преступник всегда в перчатках на месте преступления. Он настолько был уверен в себе, что держал дома все вещественные доказательства. Все, что он выносил из квартир, где жили его жертвы. И вот когда мы делали обыск у него в квартире, я обратил внимание, что у жены сережки такие же, как были похищены при совершении разбойного нападения, в каком-то адресе, сейчас не помню. Я задаю вопрос, откуда. Вот он привез оттуда-оттуда-то с командировки. Все эти вещи, купленные мной на рынке или подарены друзьями, ныне покойными, улики сфабрикованы против меня следствием, девушек, опознавших меня, вижу впервые. И вообще никаких преступлений я не совершал. Все вещи, которые были похищены с места происшествия, представьте, в различных городах Союза, они все оказались как на витрине. Был острый дефицит хрусталя, макулатурных книг и так далее. Если бы вы вошли, на серванте стоит определенный набор хрустальных изделий, определенные книги, у всех одни и те же, там, Дюма и прочее. Вот это как раз Дюма-то и сыграло большую роль, в общем-то, в изобличении Григорьева Сергея Дмитриевича. «Любовь Григорьева к Дюма на грани патологии. Из каждой квартиры, где насильничает, он тащит книги француза. Но его интересует не текст. Он не отождествляет себя с каким-нибудь персонажем. В те времена это один из символов дефицита. Нечто статусное, а значит, вожделенное. Но судьба посмеялась над Григорьевым. Именно в книге Дюма было обнаружено одно из главных, неопровержимых доказательств. Изымаем том этого, я уж не помню, там, одного из книг Дюма. Находим там пальцевые отпечатки. В Орле есть у нас потерпевшие. Это не ее отпечатки, но очерчивается круг родственников, которые могли взять эту книгу. И дядя ее оставил свои пальцевые отпечатки на этой книге. Представляете, насколько интересные доказательства были по этому делу. Проводя обыск, следователи удивятся еще раз. Как тщательно Григорьев прорабатывает все детали своих преступлений. Когда мы пришли к нему в квартиру, у него на полке стояла юридическая литература в полном наборе. У ПК, по биологии вопросы, биологические экспертизы, там, вот, как решаются вопросы те или иные. То есть, он заранее готовился к совершению указанных преступлений. Находясь в следственном изоляторе, в крестах, он ведь ни по одному эпизоду своих преступлений не дал правдивых показаний. Он все отрицал. Он был в непризнанке. Он все отрицал. Причем он писал даже еще письма своим знакомым, соседям по личной площадке на работу. Обеспечить себе алиби. Следственные процедуры при сексуальных насилиях обязательны и отвратительны. Сотрудники обязаны задавать точные вопросы, а потерпевшие должны вновь и вновь вспоминать омерзительные сцены, о которых женщины хотят забыть. Именно поэтому многие девушки не заявляют в милицию об изнасилованиях. А если ребенок пострадал физиологически не сильно, то опытный оперативник тактично намекает плачущим родителям о том, что заявление подавать не стоит. Иначе даже на суде ребенок будет вспоминать этот ужас. Даже бывалым операм легче собирать расчлененный труп, чем общаться с плачущим малышом. А еще труднее не рукоприкладствовать на допросе с насильником. Мой бывший напарник в уголовном розыске уходил в соседний кабинет и приседал там по несколько минут. Он таким образом выплескивал ненависть. Само по себе опознание – это следственные действия, проводимые с участием человека, подвергшегося насилию. Естественно, в момент насилия он взволнован. Естественно, он не все может запомнить, как и так было или иначе. Даже опознание, вы представляете, интересно, опознание давления Григорьева во время опознания. Потерпевший указывает на него пальцем, говорит, он, да, он же пытается его укусить за руку. Она начинает, да, вот повторная встреча, да, с насильником – это же очень тяжело, это травма для женщины. А тут еще пасть раздевает, да, я, говорит, пошутила. Я говорю, что-то, что-то, что-то. С подследственным Григорьевым пришлось попотеть. Однажды, к примеру, он украл со стола у следователя материал из дела – свой путевой лист с подчистками для обеспечения алиби. Я его предъявлял путевой лист. И закончился тем, что я его отпускаю на обед, смотрю, путевого листа нет. Вы представляете, елки-палки, думаю, путевого листа нет. Ну, я вызываю мужчину, вот этого разводящего, говорю, слушайте, пока сидел, мечтал, у меня нет доказательства. Но его сразу оттуда вывели мне. Я говорю, слушайте, Сергей Ильич, ну, неудобно, я старший следователь. Вот лопухнулся, говорю, ну, дайте мне путевой лист. У нас с тем разговоры здесь, мне неудобно, перед бригадами, понимаете, все, достал, смеется, вот я. Григорьев тянет время в крестах, жалобы бесконечные. Долго знакомится с делом, что не мудрено, тому вскопилась уйма. Зачем? Оттягивает момент попадания на зону, там насильников не любят. Но все же суд состоялся 29 декабря 1984 года. Приговор 15 лет. Он был библиотекарем, он писал жалобы всему, так сказать, составу вот этого учреждения, я имею в виду заключенным, был дока в этой части, всех доводил. Пока заключенный Григорьев строчит жалобы в лагере особого режима, Александр Зеленин, остановивший его вместо почести, получает нагоняй от непосредственного начальства. Зеленин сделал все безукоризненно правильно, но с точки зрения отдельно взятых полковников политически неграмотно. Он не учел, что руководителя надо брать в соавторы. Он должен был вписать этих полковников в оперативные сводки, для того, чтобы дать им возможность позвонить наверх и отрапортовать, что многомесячная секретная разработка под их непосредственным руководством закончилась полным успехом. Начальники тоже люди, они премии хотят. Только в таком случае им светит орден. Ну, а тебе медалька. Зеленин нарушил закон жанра, ну и нарвался на гнев. Но делать нечего, Григорьев за решеткой. Зеленина надо как-то поощрить. Да нет, мне говорят. От министра внутренних дел получите часы. Ну и хорошо, я получил часы. Вот, и эти часы до сих пор ходят, но правда, их носит мой сын, который тоже милиция, сейчас майор милиции. Когда оперативников награждали именными часами в духе революционных традиций, то часто повторялась одна и та же история. Гравировку за что и от кого нужно было наносить самому за свой счет. Из зарплаты стоимость часов не высчитали, скажи спасибо, но дело не в награде. И не взглянившим вокруг нее ритуале. Такие, как Зеленин, работают, потому что ненавидят Григорьевых. Григорьев вышел на свободу раньше срока, в 97-м году. После вступления в силу нового уголовного кодекса наказание ему смягчили до 12 лет. Он снова женился, устроился на работу. Но вести жизнь законопослушного гражданина не смог. Пришел он инвалидом первой группы, там какие-то он получил травмы. И вот мы, уж с палочкой пришел такой весь себя. Но, как всегда, характер остался. В этой среде так и закончил свое существование. Я не знаю, там я не интересовался уже, но убили, по-моему. Педофилия – не только преступление. Это диагноз. В Польше принят закон об обязательной стерилизации педофилов. И не даром. На очкарике Григорьеве не было крови. Он никого не убивал. Но ни одна из изнасилованных им девочек не прожила нормальную жизнь. Он поломал судьбы им всем. 30 исковерканных, испоганенных людских судеб. Некоторые, не знаю, можно это говорить или нет, уже потом делали аборт и не могли стать матерями. Понимаете? Вот, к примеру, по-моему, такие были факты. Какие-то были стрессы очень, причем продолжительные. Отклонения психики у девочек были, понимаете? И все это было. Все это было на глазах. И вот, когда мы раскрыли это преступление, вот эти серии, эти преступления, мы вздохнули свободно, спокойно. Мы подумали о том, что уже этот человек не будет больше делать людям столько зла. Судьба десятков девочек навсегда сломала Ашкарик. Прошло 6 лет, прежде чем он оказался в наморднике. Это очень долго. Смертная казнь для него предусмотрена законом не была. Ужас в том, что даже если представить, что он исправился, исправить он ничего не мог. Значит, не искупил. И прощения быть не может. Ленинград, он почти в Европе. Ленинград. Стоит на болоте. Ленинград. 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 Засасала, опять трясина Засасала, опять трясина Как подумаешь, а ведь что-то В этом месте не то творится Все спешат, а кругом болота Дай нам, Боже, не провалиться Дай нам, Боже, не провалиться Дай нам, Боже, не провалиться